Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Вчера я сделал ролик на своем канале, где сообщил вам датский радикал сжег Коран у посольства Турции в Статгольме. В Турции сожгли шведский флаг. Сегодня есть предложение по этой теме, вот ознакомлю, что здесь пишут азербайджанские издания. Азербайджан осудил оскорбление Корана в Статгольме. Вот радикал сжег Коран, и вот что здесь пишут. Министерство странных дел Азербайджана осудило оскорбление Корана в Статгольме. Отмечено, что и словофобские действия, такие как преступление на почве ненависти, не является выражением свободы слова. Мы призываем правительство Швеции обеспечить, чтобы виновные в этом преступлении на почве ненависти как можно скорее перестали перед судом, сообщает Министерство иностранных дел. И Смейл написал, наконец-то. Так, и вот дальше еще информация есть. Вот, видите, он Полудан стоит с Кораном, и он пожаловался на угрозы убийства. В общем, его угрожает убить. Так, что здесь пишут. Лидер датской ультраправой партии жесткий курс Расмус Полудан, сжегший Коран перед посольством Турции и Швеции, в интервью газете «Экспрессиан» пожаловался на угрозу убийства. Он полагал, что просто выразит свое отношение к Турции, однако все обернулось иначе. «Мне становится грустно, что так много людей угрожает меня убить», – сказал Полудан, указав, что угрозы стали значительно серьезнее. При этом он заявил, что не сожалеет о своем поступке. Вот. Так, Руфат написал, «Всевышний Аллах покарает тебя». Я решил поискать этого Расмуса на Фейсбуке и нашел. Вот его страничка, вот он на фотографии. Сейчас ознакомлю, что здесь вообще пишут про него. Вот тут пишут, «Вчера разместил ссылку на статью про Расмуса, Полудана и горящий Коран Швеции перед посольством Турции. И тут же на моей типа странице появились парочка наглых мухаммеданов, но это его, видно, друг пишет». И вот здесь я как раз нашел эти фотографии, вот видите, он сжигает Коран. Так, и вот что здесь пишут. Пишут, видите, уже до того обнаглели, что хорошая работа, Расмус Полудан. Ну, это его, видно, соратники. Так, а тем, кто из вас, кто думает, что сжигание Корана не имеет никакого отношения к этому, вы явно ошибаетесь. Уже видите, он на своей странице опубликовывает эти фотографии. Сейчас я посмотрю, видно. Ай, нет, немножко не видно. Сейчас я так эту уберу фотографию. Извиняюсь. Вот, видите, вот он сжигает, чтобы было понятно. Сейчас все видно. Видите, он на своей странице Facebook все это опубликовал. И я решил почитать, что про него пишут азербайджанцы, ну, и граждане Турции. Вот что здесь пишут. Ты не проживешь долго. Ему сразу конкретно вот так и пишут. Умри от ненависти и злости. Это будет твой конец. Аллах всемогущий. Я еще решил поискать комментарии. Так, очень много комментариев, понимаете. Ай, вот, шведский флаг, видите. Собачка обосрала. Вонючая грязная свинья. Ты умрешь и будешь гореть в вечном аду. Может, твой тупой ум заработает, тогда уже будет поздно. Надеюсь, ты будешь гореть вечно. Ну, это, видите, ему пишут в соцсети ответ на его действия. И вот еще на его странице как раз такие фотографии появились. Неверующий, ты заплатишь за это своей жизнью. Умрешь страшным образом, как предыдущие. Ваше вступление в НАТО теперь только мечта. Надеюсь, Россия вас раздавит. Аллах всемогущ. Так, ты будешь гореть, как все. Твой конец близок. В аду много огня. Ты вырыл могилу. Потому что я собираюсь навестить тебя на этой могиле. Так, и вот, что еще. Очень грубо. Разве ваши родители и религиозные лидеры не учили вас уважать другие религии? Если ты хочешь, чтобы люди тебя уважали, и других надо уважать. Похоже, ты, ну, исламофоб. Но, как вы себя чувствовали, если кто-то сжег священные книги вашей религии? Ты сердишься? Если ты не сердишься, это признак, что ты не истинно верующий. Я вам оставлю ссылку на эту страницу. Сами можете написать ему комментарий. Вот. И почитайте, что здесь пишут про него. В общем, вот такие новости. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.